Да, благословит вас, я Господь. Сегодня у меня вторая трансляция. Делала я зарядку. И у меня было понятие, если в предыдущем видео будет восемь просмотров. Приступать. Я подошла к компьютеру, начала разбираться с темой Пятой Печати. И Бог показал мне, когда будет сирена, начнешь говорить. Ну вот сейчас, в данный момент звучит сирена. Наглая сирена в городе Житомире, которая, конечно, угнетает всех. И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Война это что такое? У меня, если послушать, то объяснение войны это и суды Божьи, и ожесточение человеческих сердец, и откровение вечности. Я проповедую вечность на земле. Сегодня я снимаю Пятой Печати. И объясняла, что мне открыто было, что печати семь церквей 2-3 главе Откровения, тоже семь громов, тоже семь, которые были Иоанну сокрыты. Он сказал, не говори, не пиши, что говорили громы, о чем прогремели громы, не пиши. То есть Бог сокрыл до конца века, сокрыл информацию образами. То есть нужно анализировать и делать войну. Значит, я пишу видео, как Бог ведет меня. Перед началом войны у меня было проведено ровно 21 хлебопреломение. 21 день поделить на 3. Это 7. Каждое хлебопреломение это прозвучавший ангел, прозвучавший ангел. Поэтому 7 громов уже прогремело. До войны уже прогремело громы. Что это такое? Прогремели громы. Это информация. Это тайны, которые Бог скрывает на конец веков. Кто хочет, посмотрите мои видео. Коротко это 7 печатей, которые я еще не записала. Но 7 ангелов уже протрубили. И написано, что 7 ангел возгласил. Почему так сложная информация о 7 печати? Потому что это хуже даже, чем вторая печень. Это нечто неприемлемое. Я хочу воскрешения мертвых. Я лично хочу воскрешения мертвых. Я этого желаю. Почему? Потому что мне нужно, чтобы я не была одинокой. Дальше. Читаем. Значит, я хочу прочитать о пятом ангеле. Еще. Значит, второе откровение. Вторая глава откровения. Это четыре ангела. Ефесская церковь. Смертская церковь. Пергамская церковь. Феатирская церковь. Это четыре ангела. Третья глава откровения. Как раз начинается с пятого ангела. Ангела сардийской церкви напиши. Так говорит, имеющий семь духов божьих и семь звезд. Зная твои дела, ты носишь имя будто жив, но ты мертв. Бодствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же ты не будешь бодствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. То есть Бог обращается к кому-то четко, конкретно, что Богу нужна такая же молитва среди ночи. Это не образ, это не какие-то там замысловатые фразы или те, которые говорят, как говорится, для нас имеют другой смысл. Нет, это прямо. Это прямой смысл. Как Иисус спросил своих учеников, пободствуйте со мной хотя бы час. Это четкое Божье слово. Если ты служишь Богу, ты обязан бодствовать среди ночи. Я говорю от Бога. Твердо. Дальше. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. То есть еще четкая информация. Если наблюдать за теми, которые служили Богу и умерли, то они делали бодствование привычки. То есть вставали в одно и то же самое время. А привычка – это не жертва для Бога. Человек может встать в 4 утра. Я знаю таких проповедников, которые каждый раз вставали в 4 утра. Но это не жертва для Бога, потому что привычка – это легко. То есть нужно еще и менять время бодствования. Дальше. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. То есть есть люди, которые бодствуют. Вот те, которые бодствуют, жертвы для Бога, они не осквернили одежд своих. Они истинно помазанники Божьи. Они в белых одежде. Они испытаны Богом. В испытаниях они ведут себя твердо в Божьем помазании. А если где-то искушение происходит, они каятся и произносят это вслух. Что такое грех? Что такое грех? Грех – это в десяти заповедях. И не надо добавлять четко в десяти заповедях. Если вы скажете, что я, не нарушая первую заповедь, что я не почитаю Бога, чем я не почитаю Бога, я сечу субботу. Я не создаю кувира. Что говорит нам Господь? Побеждающий влечется в белые одежды и не сглажу имени его из книги жизни, исповедуя имя его перед отцом моим и перед ангелами. Его имеющий ухо дослышит, что дух говорит церковь. Дальше. Что мы можем сказать о пятой печати? Есть понятие такое, что когда снимается пятая печать, увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие. Убиенных за Слово Божие. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имеют. Души убиенных за Слово Божие. Кто эти люди? Кто эти люди убитые за Слово Божие? Много таких людей. Да, много. В Китае убивают христиан. За свидетельство. Кто убивает их? Злые люди. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святый истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Вот мне сейчас Бог показывает. Вот тебе ковид. Ковид тоже. Вот мне Бог показывает. «Доколе не судишь и не мстишь». Вот кровь. Христиан. Где появился ковид? Вот в Китае, да? А там преследуются христиане. Преследуются. Так? Так. Фильмы даже показывают. Есть такое? Есть. Значит, отвечаем за то, что издеваемся над истинными верующими. Потому что в Коране тоже сказано, что христиане – они самые лучшие верующие. Так написано. Потому что когда они осознают жертву Сына Божьего, они плачут. Смотрите, как Бог мудро все сотворил. Когда мы плачем? Когда плакал Петр? Камень. Петр – камень, но на всем камне Бог построил церковь. Я говорю, что церковь строится на слезах. Иисус пойдет на облаках небес. Это слезы. Петр плакал, потому что Иисус Пророк сказал, что ты отречешься. Не поет петух дважды, как ты трижды отречешься от меня. Иисус это сказал, это совершилось. И Петр написано. Заплакал. Марка, 14 глава. Почему заплакал Петр? Потому что совершилось то, что сказал Иисус. Это произошло. То есть Дух Пророчества дает нам покаяние. Дает нам мягкое сердце. Каменное сердце меняется на плотяное. И еще. Что показывает нам Господь? Зачем нужно было Иисусу умирать? Петр испугался смерти. Когда же Иисус умер и воскрес, то его рожденные свыше дети, братья и сестры, они без сомнений отдавали свою жизнь за Христа. Петр не смог пожертвовать своей жизнью за Христа. Он боялся смерти. Иисус же это тот, который объяснил нам, что смерть не должна вас пугать. Иоанн написано. Был почему-то накидка на нем была, и он был ногой. Его тоже споймали. Но он освободился от этой накидки и ногой убежал. Он тоже испугался смерти. Он не захотел быть арестованным вместе со Христом. Иоанн, который считается любимым учеником Иисуса. Это второе свидетельство, что до того, как Иисус был распят и воскресшён, люди боялись смерти. После того, как Иисус вознёсся, уже апостолы мужественно принимали смерть. То есть вера в то, что жизнь вечная даёт людям не бояться смерти. но души под жертвенником плачут и просят о том, чтобы Бог мстил за их смерть. Почему? Не подтверждает ли это, что жизнь вечная и на земле? Не подтверждает ли это, что душам нехорошо без тела? принимаем принимаем это веры или будем ждать свидетелей, которые подтверждать будут, что всё-таки нужно спасать плоть, А для этого мы должны жить и вечно. Чтобы жить и вечно, нужно слушать Бога. Никакая мирская наука не спасёт. Потому что дух животворить написано. Плоть немощи. Нужны ли нам врачи? Да, нужны. Конечно. Потому что все мы согрешаем. Потому что мы живём под законом. Вера нас спасает, но мы живём под законом. Кроме этого, Бог создал нашу жизнь разнообразную, чтобы мы не падали от гордыни нашей. Поэтому болезни, даже если я сижу и не закаляюсь, допустим, не тренируюсь, допустим, не работаю над собой, мне тоже болезнь. Да. Вот. Жизнь разнообразна. Я сняла пятую печаль для того, чтобы люди искали, Бог говорит, не конкретно, а образами. Поэтому веруем в жизнь вечную на земле, благословляем всех, кто нас окружает, живём по Нагорной проповеди, чтобы не было войны. Будьте благословенны. Всех, кто любит Господа. нерзий, безодин, 25, в 20, 25, 26, 27, 29,